Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Мы продолжаем с вами изучение всех тонкостей правильного чтения суры Аль-Фатиха. И с вами я, Умм Малик, Муджаза по десяти малым قرآтам Корана. В современном мире особые технологии, у них особые правила, и поэтому прошу вас поддержать проект. Если вам интересно и важно изучение Корана и всего, что с ним связано, подпишитесь, ставьте лайк и делитесь с другими искателями знаний. Смотрите все видео до конца, жмите на колокольчик под видео, чтобы видеть первыми все новые видео на канале. А мы продолжаем. Слушая чтецов, вы, наверное, не раз обращали внимание на то, что, как правило, остановка в чтении происходит в конце аята. Особенно это видно, когда аяты не очень длинные. Если же аят длинный, то остановка может быть в середине. Есть определенные знаки, про которые мы будем говорить с вами позже, которые нам помогают так или иначе понять, допустимо ли здесь остановиться или нет. Но не всегда только по знакам мы ориентируемся. В конце аятов останавливаться разрешено, поэтому вы можете брать такой ориентир в начале. Если говорить очень коротко о правилах остановки, то можно сформулировать это в таком небольшом предложении. Это то, что останавливаться можно на любое слово, если нету явной преграды, это сделать. То есть это может быть как указывающий определенный долин, который говорит о том, что чтецы здесь допускали остановку или нет. Или когда мы видим явно какое-то искаженное значение. И то же самое можно сказать про начинание. Поэтому для начала можно ориентироваться на это. Конечно, здесь очень важно понимание. Если вы не понимаете, то можете на первых порах использовать переводы значений, тофсиры и тому подобное. А в дальнейшем, иншалла, все будет намного понятнее и будет легче читать и понимать, что вы читаете. Также важно знать, что зачастую мы останавливаемся на суккун. Есть не только этот способ остановиться, но самый известный это остановка на суккун. И здесь очень важно, что с этим связаны могут быть и другие правила. Важно отметить то, как мы останавливаемся, на какую букву, какая последняя буква, какая буква перед ней. С этим, иншалла, сегодня будем работать. Для начала хочу обратить внимание на те слова, которые у нас в первом аяте уже мы с вами разобрали. И если бы одно из этих слов, мы на него остановились, то есть остановка бывает разная, или вынужденная, например, остановка, или вы хотите остановиться, или допустимая, недопустимая. Но если бы мы останавливались на каждой из этих слов, то, несмотря на то, что мы видим тасру, в принципе, в окончании каждого из этих слов, мы остановились бы на суккун следующим образом. Первое слово, смотрим на него. То есть мы произносим син, как бы мы и произносили бисми, и только в конце уже говорим не ми, а мим с суккуном. Здесь важно не сократить син, не сказать бисм, бисм, не сделать мим так же короткой или взрывной какой-то, бисм. То есть нужно произносить ее согласно махараджу и усифатам букв. То есть мы соблюдаем длину син, все правила ее произношения и мим так же. Но буква син, если мы будем сравнивать две эти буквы, будет немножко длиннее в произношении, чем мим. Про это, иншалла, в последующих уроках ближайших мы будем еще говорить. То есть бисм, и когда мы прижимаем две губы, ну легонько, чтобы произнести мим, и сопровождается этот звук вот этой гунной нозализацией. Бисм. Теперь, если мы произнесем следующее слово, ляфгальджаляля, то у нас будет последняя буква га. Да? Аллах. Аллах. Опять же, даем ей время звучания. Если мы соединим эти два слова и остановлюсь я здесь, да, то бисмиллях. Бисмиллях. Ну, есть варианты здесь, про них скажем позже. Далее, следующее слово у нас заканчивается на нун. И они очень похожи с мим, тем, что у буквы нун и у буквы мим есть нозализация, да. То есть, когда мы нун произносим, то тоже мы придерживаем и даем нозализацию. Но, опять же, это будет чуть-чуть короче, чем, если временной промежуток брать, чем буква си. И если мы сравним с буквой ха и нун, то ха по своей длине будет такая, как син, например. Нун, как мим. И так же еще ха, как и га при остановке на суккун. Да, то есть, например, ха, га, если с суккуном, син, они будут вот одной длины. При этом мим и нун так же между собой одной длины. Если я здесь остановлюсь полностью это прочитав. Бисмилляхи рахман. И теперь посмотрим еще. Последнее слово у нас было аруахим. И мим так же, как и здесь. Но перед ней есть долгий. Аруахим. Да, то есть, мы мим произносим, не сокращаем. Не говорим, например, аруахим. Или аруахим. Да, то есть, я соблюдаем ее длину и потом произносим букву мим. Бывает еще другое неправильное произношение, когда последние буквы просто пропадают. Особенно, когда это мим и нун. Бывает так, например, аруахи. Или аруахмэ. Да, буквы просто как будто и нету. Ну, то же самое можно и сказать с предыдущими. Например, бисм, аллах. Да, когда мы не слышим в принципе этой буквы. Конечно, в разговорной речи такое допустимо. Но при чтении Корана этого нельзя допускать. И теперь перейдем к последнему правилу на сегодня. Но оно достаточно объемное и важное. Это правило удлинения при остановке на временной суккуль. То есть мы выяснили, что последняя буква мы... При остановке последнюю букву мы скунируем. И как мы останавливаемся. Но если перед этой последней буквой у нас приходит долгий харф, а это может быть алиф, уау или я. И в первом аяте мы видим примеры на алиф и я долгие, когда они приходят перед последней буквой. Если мы на последнюю букву останавливаемся и делаем эту остановку на временной суккуль, тогда у нас получается следующее правило, что долгий харф, который приходит перед буквой, то есть как обычное, три раза. И сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать. То есть у нас слово мы помним, говорили о том, что у нас есть там скрытый алиф. Так вот, если мы останавливаемся на два хараката, мы прочитаем следующим образом. Аллах. Если на четыре. Аллах. Если на шесть. Аллах. Если ар-рухим. Остановимся на два. Ар-рухим. Если на четыре. Ар-рухим. Если на шесть. Ар-рухим. И мы видим, что первое слово у нас бисм. При остановке предпоследняя буква с суккуном. Но это не харф, это не долгий харф, поэтому мы здесь ничего дополнительно не можем протянуть. У нас всего лишь один вариант остановки, да, был бы на это слово, если бы мы останавливались. То есть, без... Тут мы недопустимо тянуть больше или меньше. Важно только заметить, что такое удлинение, да, про которое я вам сказала, что на два, четыре или шесть харакатов, это удлинение, если вы где-то остановились, например, на два хараката на таком правиле, то если у вас в другом слове при остановке также встречается такое правило, то вам нужно соблюдать баланс между ними. То есть, если тут два, то и в другом месте два, и в третьем, и в четвертом, и дальше идете два. Если выбираете вариант четыре, что является более частым в выборе чтецов, да, такой средний вариант, то везде также останавливаетесь таким образом. Ну и если шесть, то шесть везде. Да, это очень важное правило, потому что останавливаться обязательно нужно, и в конце каждого аята суры Аль-Фатиха мы тоже видим вот правило остановки, и в частности тоже вот такое правило. Барак Аллаху Фикум, прошу Аллаха дать легкости в чтении аятов и истинное понимание исследования книги Аллаха. Пусть облегчит вам и мне путь передачи и получения знаний. С вами была Умм Малик, Муджаза по десяти малым кратам Кур'ана. Прошу поддержать видео своими лайками, дуа, распространением благих знаний. Встретимся на следующем уроке, иншаллах. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.